Добрый день! Время новостей на канале ПС в студии Олеся Кокина. В Архангельске завершается отопительный сезон. Точную дату определят на этой неделе с учетом прогноза погоды. Пока же все идет в штатном режиме. Создан необходимый запас топлива, 342 тонны мазута и более тысячи угля. Этого хватит до конца сезона. После того, как в городе выключат отопление, начнутся гидравлические испытания. Ориентировочно это конец мая. Но графики в случае необходимости могут быть скорректированы. После завершения отопительного сезона сразу же начнется подготовка города к следующему осенне-зимнему периоду. Сегодняшний пожар на острове Кега уничтожил 10 гектаров сухой травы. По информации спасателей, угрозы для жителей строений нет. Напоминаем, в регионе действует особый пожароопасный режим. И пал травы сейчас очень опасен. За это правонарушение предусмотрена административная ответственность. Только за четыре с небольшим месяца этого года в Поморье уже зафиксировано 67 случаев поджога сухой травы. По другим темам до старта ЕГЭ остается две недели. По телефону горячей линии, которую открыл Рособорнадзор, родители и школьники могут задать все интересующие вопросы. Специалисты готовы рассказать об особенностях итоговой аттестации в этом году, безопасности и содержании контрольных материалов. Свои вопросы можно задать до 19 мая по электронной почте или на странице Рособорнадзора в социальной сети. А 19 мая с 11 до 12 часов вопросы будут принимать по телефону в Москве. Для будущих выпускников и их родителей работает и региональная горячая линия. Всю необходимую информацию о ЕГЭ и ГИА можно узнать по телефону, номер которого вы видите сейчас на своих экранах. Звонки принимаются по будням с 9 до 17 часов. Этого события давно ждали не только жители Соломбола, но и весь Архангельск. На набережной Георгия Седова началась реконструкция. Она продлится три года и проведут ее специалисты в два этапа. Чем строители займутся в первую очередь, выяснил мой коллега Артемий Заварзин. Те, кто в Архангельске впервые, могут подумать. Видимо, ледоход на Двине был настолько сильным, что порушил бетонное укрепление набережной Седова. Но жители Соломболы знают, несколько десятилетий благоустройством набережной никто не занимался. Вот она и разрушилась у всех на глазах. Долгие десятилетия эти бетонные плиты, сваи и старый асфальт служили для укрепления берега реки у набережной Георгия Седова. Вариант не очень надежный и, конечно, не радующий глаз. Благодаря реконструкции набережная приобретет по-настоящему европейский вид. Здесь будет обустроена шпунтовая стенка, отсыпан грунт и проведен дренаж. Строительный кран уже на месте, рабочие трудятся. Будущее преображение набережной от улицы Кедрово до Маяковского стоит полмиллиарда рублей. Деньги выделили и область, и федеральный центр. В течение года строители возведут почти километр защитных сооружений, а уже в 2019-м набережную благоустроят. Появится прогулочная зона и спуски к воде. Место действительно историческое. Во-первых, проводятся работы будут с присутствием археологического надзора. Контракт уже с ними тоже заключен. В ближайшее время при производстве работы археолог также будет находиться на объекте. Работы будут вестись и на воде, и на суше. Движению речных трамваев строительство не помешает. Видите, как тут у нас река рядом, свежий воздух, все хорошо. Так что надеемся, что будет красиво. Скажем, так же, как в городе набережная. Вот это нам подходит вариант. А вот по какому варианту будет организовано движение по набережной после реконструкции, пока не ясно. Ведь от улицы Маяковского до Челюскинцев одна полоса пешеходная, другая проезжая. Этот вопрос решат городские власти совместно с ГИБДД. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. О знаменитому Архангельскому фонтану выбирают новое место. На градостроительном совете в администрации города озвучили несколько вариантов нового его расположения. Напомню, водное сооружение прежде размещалось на площади Ленина, потом переехало на площадь перед драмтеатром. Новое место прописки выбирают вдумчиво. Важную роль играют доступ к сетям воды и электроснабжения и особая геология грунтов. Эксперты выделили два возможных места размещения городского фонтана. На набережной Северной Двиной вблизи кафедрального собора и чуть дальше у торгового центра Прага. Второй вариант с точки зрения привлекательности городского ландшафта, по мнению специалистов, более подходящий. Однако единого решения пока нет. Музей Малой Карелой впервые представил публике экспонаты, которые долгое время хранились в запасниках. В усадьбе Куницыной открылась выставка «Безмолвные свидетели эпохи», посвященная городскому буту Архангельска на стыке 19-20 веков. Воссозданные до мелочей городские интерьеры столетней давности удивят зрителей изысканностью и стилем, а женские наряды – качеством пошива и размерами. В начале 20 века в моде была утонченность во всем. Над воплощением духа эпохи в предметах специалисты музея работали несколько недель. Интерьеры воссозданы по описаниям и портретным фото тех времен. Фотографии обстановки, к сожалению, до нашего времени не сохранились. В первую очередь, наверное, заинтересуют все-таки женщины, потому как здесь представлены любопытные мелочи, которыми пользовались женщины на рубеже веков. Здесь представлена красивая посуда, интерьер гостиной, интерьер адамской уборной, ну и костюмы. Выставка приурочена к десятилетию со дня открытия музейного комплекса «Усадьба Марии Куницыной». Посмотреть на редкие экспонаты можно будет до ноября. Чувственный вальс, энергичный джайв, страстная танго – и все это в одном месте на паркете Норт-Арена. В минувшие выходные там прошел настоящий праздник танцевального спорта – традиционные беломорские ритмы, рассказывает Алексей Шемекин. Им не нужны театральные подмозки, чтобы закружить зрителей в водовороте страстей. Грациозные, пластичные, зажигательные. Участники турнира «Беломорские ритмы» два дня радовали голос и волновали душу искушенной публики, не забывая при этом обращать на себя внимание главных ценителей прекрасного. И вот такие яркие индивидуальности приехали в Архангельск из 14 городов Северо-Запада. За два дня на паркет Норт-Арены вышли более двух тысяч спортсменов. Проходит Кубок губернатора, также проходит сегодня первенство области, открытое в категории «Дети-1» и «Дети-2». И также классовые соревнования танцоров, которые в силу своей, может быть, неполной пока подготовленности не могут танцевать полную программу, которую предусматривает Министерство спорта. И также это открытые региональные соревнования, которые имеют статус первенства и чемпионата Северо-Запада. В каждой категории на награды претендуют и представители «Поморья», в том числе Анна Тимофеева и Олег Порядин. Если разом водрузить на них все заработанные когда-то медали, танцоры согнутся в три погибели. Конкуренты есть, но мы стараемся вам показать лучшее. В чем ваша коронка? Какие лучшие у вас танцы даются? Вот и американская программа «Лучшие». Лучшими стали и сами ребята. На первенстве Северо-Запада они поднялись на верхнюю ступень пьедестала в категории «Юниор-2». Всего же в копилке спортсменов Архангельской области 67 наград. Алексей Шемякин, Алексей Карельский, Евгений Зыков. Архангельское телевидение. Это все новости к этому часу. Итоговый выпуск дня смотрите на канале ТВ-центр в 19 часов 20 минут. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова